МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это чувство великое, необходимое и прекрасное. В Десногорске открылся слёт Отечества. Выпускники школ получили золотые значки ГТО. Криминальная сводка за минувшую неделю. А теперь об этих и других событиях подробнее. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс на рассмотрение депутатов областного парламента законопроект о внесении изменений в областной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей на территории Смоленской области. Суть документа – предоставить право на использование средств или части областного материнского капитала на приобретение автотранспортных средств семьям, имеющих семь и более несовершеннолетних детей. 18 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. В этот же день смоляне выберут и нового депутата на место Артёма Турова. Напомним, место освободилось после того, как Артём Туров перешёл в Госдуму, заняв место теперь уже сенатора Франца Клинцевича. Наш земляк Андрей Тимошенков получил смертельное ранение после того, как предотвратил прорыв террориста-смертника на автомобиле со взрывчаткой к месту выдачи гуманитарной помощи в сирийской провинции Хомс. Сегодня в Ершичах простились с героем. Тело сержанта морской пехоты Андрея Тимошенкова, погибшего в Сирии, доставили на родину – в селу Ершичи Смоленской области. Ему было 28 лет. В десантно-штурмовом батальоне морской пехоты он прослужил больше шести лет. В Сирии пробыл около трёх месяцев и через неделю должен был вернуться домой. Его ждали жена и маленькая дочь. Церемония прощания с погибшим прошла 20 июня. Тело героя было выставлено в Доме культуры. До 12 часов в зал тёг нескончаемый людской поток. Земляки несли Андрею цветы и венки. Попрощаться с одноклассником приехали школьные друзья. Андрей был самый обычный парень. Он ничем не уделялся. Но его основная черта была – это ответственность его. Он был как надёжный и для друг, и для учителя тоже. Это был очень надёжный ученик. У него были большие цели, планы на жизнь. Он старался учиться хорошо и был очень ответственен. И после школы мы с ним встречались. И даже нельзя было подумать, что где-то далёкое селье так как в наших сердцах отзовётся. Большой зал не смог вместить всех односельчан. За упокойной панихидой отпели останки солдата. На площади перед ДК прошёл торжественный митинг. Перед земляками Андрея выступали военное начальство, боевые друзья и односельчане. Все они будут помнить Андрея как замечательного человека, верного друга и настоящего патриота нашей Родины. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз на территорию России замороженных субпродуктов двух белорусских мясокомбинатов. При проведении контроля было установлено, что на части продукции имелись следы размораживания, а также присутствовал запах, несвойственный для этого вида продукции. Это и стало причиной возврата груза отправителю. Специалисты пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили две сотни миномётных мин. Одна была обнаружена в Шумяческом районе, а 199 – в Ельнинском. Сегодня в Десногорске на базе тренировочного городка войсковой части по охране Смоленской АЭС открылся военно-патриотический слёт Отечества. Что ждёт ребят в ближайшие 10 дней, смотрите в нашем сюжете. Девятый военно-патриотический слёт Отечества собрал около 70 человек из Десногорска, Соснового гора, Ершического района и Республики Беларусь. Всех участников слёта приветствовали представители Смоленской АЭС и администрации Десногорска. Многие ребята хотели бы оказаться сейчас на вашем месте. И вам очень повезло, что здесь находитесь именно вы. Под руководством опытных наставников вам предстоит освоить множество новых знаний, навыков, которые вы увезёте с собой в качестве огромного багажа. Военно-патриотический слёт даёт необходимый жизненный опыт и закаляет молодой характер. За время пребывания здесь ребята будут упражняться в сборке-разборке автомата, в стрельбе из пневматического оружия, освоят азы скалолазания и строевой подготовки. С юными защитниками будут заниматься поисковики, военные и пожарные. А каждый вечер – курсы истории. Чтобы проверить успехи ребят, оценить полученные на слёте навыки и их физическую подготовку, в финале планируется организовать «Полосу мужества». На этих сборах – это возможность ребятам познакомиться, пообщаться с ребятами такими же из других городов, понять, что все мы едины, все мы живём одной и той же жизнью, дышим едиными же идеями. 28 июня 9-й военно-патриотический слёт Отечества закончит свою работу. За это время ребята проверят себя на стойкость, выносливость и дружбу. С начала года за помощью к медикам обратились 497 пострадавших от укусов клещей. Только за вторую неделю лета с 9 по 15 июня 49 человек, в том числе 19 детей. Завершился первый этап работы медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины». За это время мобильный комплекс побывал в 20 районах нашей области, и около 5000 пациентов из удалённых уголков региона смогли пройти обследование у врачей узкого профиля. Медики продолжат свою работу осенью. 17 июня в администрации Десногорска в торжественной обстановке 14 выпускникам школ города вручили золотые значки ГТО и удостоверение о награждении. Подробности в нашем сюжете. Десногорские школьники первый раз принимали участие в таких соревнованиях и сразу показали отличные результаты. Награды ребятам вручил глава муниципального образования Вячеслав Сидунков. Он отметил, что возобновление работы программы «Готов к труду и обороне» своевременно и будет способствовать укреплению здоровья школьников. Поздравил ребят заместитель главы Сергей Тощев. Он выразил уверенность, что физическая подготовка пригодится им в дальнейшем, и результаты ГТО можно улучшать бесконечно. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина поздравила победителей, также учителей по физкультуре и родителей. Она считает, что их заслуга в таких высоких спортивных показателях очень велика. С ответным словом выступила выпускница-медалистка 2016 года Ангелина Конопадская. Хочется отметить, что золотые значки ГТО при поступлении в ВУЗы добавляют от 1 до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Это может сыграть решающую роль для абитуриента. Смоленские пограничники для проверки документов остановили рейсовый автобус «Минск-Москва». В ходе осмотра в багажном отсеке был обнаружен гражданин Грузии 1994 года рождения, который таким образом пытался незаконно проникнуть на территорию Российской Федерации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За пособничество задержан и механик автобуса. В регионе с 20 по 26 июня пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». В часы пик вблизи переходов будут выставлены дополнительные наряды ДПС. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, расположенным в местах массового скопления граждан. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе и прошедших выходных расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть МВД поступило 124 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 111 административных правонарушений, в том числе и нарушений правил дорожного движения 83. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 20 человек. 19 июня во втором микрорайоне Десногорска на девятом этаже жилой многоэтажки загорелась квартира. На место выезжали 8 пожарных, на двух автоцистернах и автолестницы. Погибших и пострадавших нет. Новости культуры. Смоленские трассера споют в Севастополе. Выступления коллектива пройдут в рамках историко-патриотической автобусной поездки, приуроченной к 75-летию Дня памяти и скорби. В город русских моряков делегация отправилась 19 июня. Вместе с артистами уехали ветераны и школьники. 21 июня в 19 часов на летней городской эстраде состоится ретро-вечер «Завтра была война». А 22 июня в 4 часа на Кургане Славы пройдет акция «Зажги свою свечу». Приглашаем всех желающих принять участие. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова